8 и 8 на Шикимори. Тонна положительных отзывов. Некрасивая главная героиня, которая скрывает свою красоту. Жесть, ребята, еще она жесткий лекарь Мэри Сью, которая все знает. Офигеть. Сегодня расскажу про монолог фармацевта, который, я надеюсь, популярный, но он ведь до конца не вышел. Во-первых, закрой рот, мне надо сделать рекламу. Во-вторых, на бусте уже лежит обзор манги со всеми сюжетными приколами, которые анимешные чубрики узнают в 125 сезоне. Хе-хе, я такая хитрюга, платите мне деньги. Значит, жила себе некая Мао-Мао в квартале красных фонарей. Никого не трогала, калечила и вместе с тем лечила саму же себя. Ну, очень хотела заниматься медикаментозными приколами. И совсем не желала по совету пенсии становиться работницей древнейшей профессии. Впрочем, от участи главной героини аниме отказаться не получится. Надо было отца слушать и не ходить по всяким подворотням поздно утром. В итоге бедолагу похитили и сдали в императорский дворец на роль служанки. Я тоже девочка-горничная няшка, не забывайте. Благо, гагэшка не кринжует и уж тем более не расстраивается. Похитители попались щедрые, отправили на злачное место. Здесь и выход на пенсию ранний, спустя два года, и жалование прилагается. Как минимум одна гыча. За зарплату спасибо. На пенсию еще не скоро, поэтому пора ознакомиться с устройством локации. Живут, значит, во дворце очень-очень-очень много наложниц. Все пытаются родить наследного принца. К несчастью, получается примерно с нулевым успехом. К счастью, раз тест на отцовство еще не придумали, что бы ни произошло внезапных компостеров, среди прислуги есть только женщины и евнухи. Все. И так за опять работой могло пройти два отведенных года, но представляете, повезло, наконец-то родился мальчик. Но есть один нюанс. Молодой вылез из не той любви, которой император испытывает больше чувств, а из какой-то там лихуа. Фу, лохушка. Потому теперь бегают слухи, что Гекуё-завистница строит какие-то козни и проклятия, от которых уже несколько деток закончилось. Итого, глядишь, скоро наследный принц освободит место. Да, готовьтесь. Это аниме не про похождения доктора, а про дворцовые интрижки. Великолепный век, хреновый год, кухня, серкан, баллад, я тебя люблю. Конечно, горемычной все эти типы интересные истории от подруги слушать, ну, совсем неинтересно. Но так и быть, ради продвижения сюжета и из чистого любопытства захотелось сходить поглядеть, подумать, какие такие симптомы от чего могли взяться, и почему местный Хилл до сих пор бездействует. Беда. Местный Даззл играет через атеизм. Вообще ничего не знает. В своей профессии как будто первый день живет. Зато Мао прям сразу осознала, в чем Цимес. Осталось только найти, каким путем передать послание, чтобы не вызвать лишних подозрений. Значит, записывайте, если вдруг вы захворали, примагемы не собрали, или вдруг нужно еще больше, тогда добро пожаловать на PlayRock, маркетплейс игровых товаров и услуг, в котором более 400 игр, приложений и широкий ассортимент игровых товаров. Здесь найдете и кристаллы, и буст, и луну, и аккаунты. И все это приобретается буквально за пару кликов. Готово! Осталось повторить то же самое с тем, что захотите купить вы. Другие уже воспользовались услугами PlayRock и даже оценку оставили. За более чем 3 миллиона отзывов рейтинг 5. А если вдруг с доступом к сайту возникнут трудности, просто введите в поиск PlayRock.net и перезайдите в профиль, тогда все заработает. И на закуску для тех, кто любит вкусно покушать, и заодно не прочь получить до 4,5 тысяч робуксов по промокоду, прямо сейчас проходит коллаборация PlayRock иксбургер Кинг. Ссылка в описании. Из грустного наследник больше не на, несите следующего. Зато у Гекуё все хорошо, и у дочурки дела в порядке. Хотя раньше наблюдался тот же известный недуг. Как же так получается? Надо было всего-то прочитать записку и узнать, что пудра это яд. Одним словом, повезло. Но теперь счастливая-здоровая хочет найти того, кто и так помог. Дело нетрудное. Женьши даже кое-кого подозревает. Помнит, как слышал бармонтание под нос про чернила. И вот он такой умный, собрал обычных служанок, написал сообщение, а потом говорит, мол, все, всем спасибо, все свободны, расходимся. А вас, умеющую читать, я попрошу остаться, потому что нонсенс. Обычное никто, а грамоте обучено. Пройдемте со мной. Прошли. Пришли к Гекуё. Она, во-первых, благодарна. Во-вторых, хочет знать, откуда знания. Гэгэшка выросла рядом с дамами, усердно следящими за своей внешностью при помощи таких же средств. Имеющих в том числе губительные эффекты. Короче говоря, жертвуют жизнями ради красоты. Ясно? Понятно. Тогда с этой минуты все сложно. Мао назначается личной служанкой фаворитки императора. Я, кстати, тоже красивый, можете служить мне. Жду желающих в комментариях. Из важного, опять новый день, новые проблемы. Ребятки в доспехах оторвились какой-то несъедобной едой. Но пока никого делить не стали, мало ли в деревне, где угощали, ничего плохого не подразумевали. И вот эта информация уже дошла до Женьши. Он обязательно разберется. Как раз скоро встреча с Гэгэшкой. Помощнику волноваться о потенциально злодейских намерениях новой служанке не стоит. Потому что путь к сердцу женщины существует. Все будет под контролем. Спойлер. Не будет. Горемышные неоднозначные жесты от Евнуха вообще не в прикол. И она вот так будет весь дальнейший тайтл. Каждый раз скукоживаться. Типа ха-ха. Давайте повторим одну и ту же шутку. 225 раз, чтобы стало смешнее. Лопата. Пока я распинался, Гэгэшка шла. 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 Добралась до нового рабочего места. Пора знакомиться с остальными служанками. Всего их у Гекуё 4. Теперь 5. За главную Хонян. Остальные трое. Гуюань. Инхуа. И Айлань. Тоже работают. Но на самом деле их имена были не важны. Ведь есть еще секретная по имени Айнура. Но я этого не говорил. В обязанности входит вообще все. Но так и быть Гэгэшку перенапрягать не станут. По руке сразу сделали вывод, бедняги и так не сладко пришлось. А тут еще и работа такая предстоит. Придется, значит, Мау дегустировать всякие вкусности. Перед тем, как их подадут к столу, чтобы никаких отрав не было. Ну, вот мы и поели. Теперь можно обсудить обет. Посуду срочно меняйте. По керамике непонятно, а вот серебро может вступить в реакцию с ядом. Вот это она умная. Жесть. Не стоит волноваться, текущая проба была тестовой. И тарелки подсунули специально обычные. Ясно. Ладно, бруханя, но вообще не ясно, почему горемычная умолчала о том, что обучена грамоте. Могла бы раньше по карьерной лестнице подняться, заработала бы побольше. К сожалению, нет. Все копейки уходят похитителям-продажничам. А сама Гэгэшка получает минимальные остатки. Вот и не хотела за свои труды обеспечивать тварей. Как хорошо, что теперь зарплату можно провести мимо кассы. А в бухгалтерию сдать липовую ведомость, чтобы похитители еще и должны остались за разбитую утварь. Жаль, я так не могу, налоговая прикол не оценит. Поэтому подписывайтесь на бусти. Я разорен. Между тем, состоялась очередная проба. На этот раз булки с афродизиаком. Содержимое чувствуется по запаху. Для понять даже кусать не обязательно. А что насчет пострадавших недавно богатырей? Так все ясно. Молодцы, раз не стали делить старосту. Потому как среди обычных растений бывают и такие, которые не стоит есть, а тем более жечь. На них-то поди костер разводили. Поздравим, проблема решена. Одной стало больше. Афродизиак теперь требуется сварить. Внимание, сюжет. Оказывается, женьши не просто самый главный из главных. Он тут еще и с вахой подрабатывает. Ищет новых потенциальных наложниц для императора. Да не таких, чтоб по первому доброму взгляду влюблялись. Короче говоря, молодая как вариант, ну очень заинтересовала красавца. Ведь только она из всех в нем красавца и не замечает. Скорее наоборот. Безяйцевый урод. Ладно, я просто завидую его красоте. Очень хочется быть няшным мальчиком, прямо как Янтат Явнух. Есть догадка, что смазливая личика появляется сразу после кастрюлирования. Это правда? Кстати, сюжет. Просили сварить виагру. Шоколад любви был успешно сварен из всего того добра, что удалось забрать из запасов местного Айболита. Даже на сдачу еще пара-тройка конфет осталось. Правда, из них только половина уцелела до прихода Мао. Ну кто бы мог подумать, что сахар сияет без разрешения. А что вы хотели? Там тройная дозировка, которая людям противопоказана, только Мао можно. Уже выработала иммунитет. Ладно, было и было. А вот я там дыхание в затылок, было очень неожиданным. А это кто там стоит на крыше? Клиффхенгер! Реально, серия-то закончилась. Блин, меня так заинтриговали. Похуй. Беда. Трагедия. Какую-то наложницу, так и не исполнившую свой долг, обещались подарить обратно туда, откуда она родом. А то здесь ей места в итоге не нашлось. Очень обидно. Досадно. Но не стоит делать поспешных выводов. Вместе с тем по дворцу опять пляшут слухи, мол, здесь завелся какой-то дух. У-у-у-у, который по ночам пугает неспящих. Пострадавших пока не было, но кто знает, что будет завтра. И тут же Ньши спросил, мол, знает ли ГГшка что-нибудь о лунатизме. Так, слово за слово и пришлось переквалифицироваться в психотерапевта, чтобы поставить диагноз несчастной фуё. Если так подумать, послушать, скипнуть флэшбеки о тяжкой судьбе наложницы, посмотреть за её поведением, то как днём она грустит, а ночью на стенах пляшет, напрашивается один схожий случай. Но догадки догадками всерьёз не воспринимайте. Была как-то угаримышная одна знакомая древняя профессия, которую хотели сбагрить какому-то старому хрычу за бесценок, а у неё на этом фоне вдруг раз, и шиза развилась. Оттого сделку пришлось отменить. Конец. Меня также хотели сбагрить копать гуд картошку, но я, к счастью, умер от сердечного приступа. Благо здесь все остались живы, и ситуация с отдачей женщины никак не изменилась. Дарственная обратно на родину какому-то выслужи... Блять, выслужи... Выслы... Выслужившемуся офицеру состоялось. Неблаго Гекуё заметила неестественность поведения ГГшки, потому пришлось объяснить, чем вызвано волнение. Оказывается, у схожей истории было продолжение. Тогда одна сделка отменилась, а другая ещё дешевле случилась. Но именно второй вариант и был нужен Шизике, которая свой лунатизм выдумала для скидки 50%, а то иначе у любимого денег не хватало. Короче говоря, итог симуляции получился положительный любовный, и здесь, вероятно, ситуация идентичная. Ради чего Фуё даже на показательном танце перед Императором споткнулась, так и не заинтересовав его в плане создания наследства. Вот и вышло, что вышла она обратно в открытый мир к своему любимому. Хоть раньше по статусу не могла бы с ним сойтись. Получается, скидка 50% реально работает. Покупайте Гычу, пока подешевело. А теперь догадайтесь что. Клиффхенгер. Да, каждую серию. Спасибо, на этот раз хоть Императора показали вроде нормальный с виду дед, но что-то ему требуется от ГГшки. Что? Из грустного, стряпню горемышной не оценили, на пол уронили, говорят, мол, объедки здесь не жалуют. Твари, она ведь старалась, готовила, старалась. И всё потому, что личный Император обратился с просьбой понаблюдать за Лихуа, которая не здоровится. То есть нужно вылечить одну из высших наложниц, а то будет секир башка. Из совсем грустного, попытки наладить питание больной продолжаются уже который день, и всё безрезультатно. Дуры на местных служанках вообще не выкупают за плохое самочувствие. И вместо лёгко усваиваемой пищи подают сплошной кринж. К счастью, Женьши уже проблему заметил и спешит помочь. А то реально счёт идёт на сутки, глядишь, с минуты на минуту уже поздно будет спасать. Ну, наконец-то, случилась хоть какая-то каша за последние пару недель. Аппетит наблюдается, но организм пока не готов. Кашель, тошнота, вот это всё. Надо салфеточку обтереть рот. А тут караул, на лице нездоровая замечена какая-то пудра. Кто макияж делает? Ты на курица. Ты чё, приказов не слышала, не в курсе, что от этой травы дети гибли? Ну вот тебе тоже поешь, попробуй, как оно на вкус терять здоровье, а потом умыться не забудь, тварь. Жесть, она злая, нормальная пудра, побочки прикольные, позитивные. А потом всё постепенно стало налаживаться. Евнуха, которая отвечает за изъятие злополучной пыли, выпороли. Так ему и надо. Дуру безмозглую под стражу посадили. Туда её. А ГГшка всё работала и работала. Трудилась и трудилась, не покладая рук. Всю себя не жалела. Даже на предложение исполнить ей какую-нибудь посильную просьбу затребовала баньку, в которой Лихуа смогла бы попариться, откиснуть, поживее стать. И что бы вы думали, сработала. Больная стала здоровой, сил набралась. И вот уже можно со всеми благодарностями прощаться с доктором. За спасение жизни спасибо, конечно, но обидно, что император теперь вряд ли сюда заглянет. И тут Геремышная как взяла на себя смелость возразить, мол, ещё как заглянет. Ведь именно он отправил фармацевта на помощь. Значит, волнуется, переживает. А то, что у кого-то волосы, шелковистие и кожа более гладкое, не стоит волноваться. У вас вот тоже есть свои сильные стороны. Могу даже на ушко шепнуть, как их используют в квартале красных фонарей. Но не на ютубе. Здесь о таком нельзя. Сиськи. Из важного секрет реально рабочий. Гекуё уже несколько ночей высыпается, император её покоя не посещает. Проклятье. Клиффхенгер. Не типа, чёрт побери, проклятье, опять Клиффхенгер. А типа, реально в Клиффхенгере, представляете, какое-то проклятие. Грена, гниль, андаинг. Ладно, так и быть. С этой проблемой можно разобраться в раз-два счёта. Во-первых, нужно ничего не подозревая собрать грибы, чтобы съесть их в компании местного самозванца на докторе. С которым ГГшка так-то более чем нашла общий язык. Едя от душа в душу. Во-вторых, как раз пока шла трапеза, прибыл больной. Вот говорит, смотрите меня, какой-то разноцветный огонь проклял. Помогите, блин, чё делать? А нет никакого проклятия. Мау сразу это поняла. Если пламя пыхало каждыми охотниками, желающими знать, значит на сожжённые дощечки были нанесены какие-то горючие вещества, вызвавшие сыпь. Кому могли понадобиться фейерверки и почему их в итоге выбросили, неясно. Да и не горемышного этого модела. Она вообще не спец по вопросам физики. Даже не смогла ответить, с помощью какого масла нужно пропитывать дерево, чтобы изготовить такие же приколы. Но так и быть, Женши не расстроился? Нет и ладно. Но нет, молодой вообще не ладно, она до сих пор помнит. И думает, а почему? Впрочем, всякие мысли не по теме требуется забыть. Пора готовиться к скорому общему сбору приёму всяких чинов. Поскольку император до сих пор не определился с первой женой, на Перу будут присутствовать все четыре высшие наложницы. Двух вы уже знаете. Лихуа с Гекуё как раз прошлый сбор пропустили. Беременность. А ещё две другие это Лишу Садо. Ну и чёрт быть с ними. Мало-то какое дело. Получается, хочешь не хочешь, а придётся готовиться. Быть обязательно. В честь такого можно и пилюлю от похмелья наварить, и грелку для пуза сшить, и даже всем остальным подобные премудрости сделать. А то челы, ну конечно, крутые, богатые, но с простыми житейскими приколами справляться не умеют. Слабые. Благо хоть макияж наводить научились, поэтому сейчас она молодую как наша. Что это? Офигеть. Чему они так удивились? А чему потом Женши удивился? Как это? Зачем горемычное покрыло веснушки тоналкой? У неё вообще-то в принципе их никогда не было. Точки на лице фиктивные, наносились каждое утро в целях предосторожности. Так она ещё с ранних лет научилась, что в подворотне никто не... Ну, как понимаете, всё равно не повезло. Извиняться за грубость не стоит. Откуда ж кто здесь мог знать, что несчастную продают похитители? Ладно, вот тебе заколку, увидимся на приёме. Туда уже все собираются, подтягиваются. Глядишь, наконец какой-то сюжет будет. Из старого. Пока праздник в самом разгаре, служанки выясняют, кто из них хайпови, у кого госпожа круче. И вообще... Ой, как ГГшка вовремя подошла и ухмыльнулась, что тварь на курице аж вспомнила все свои грехи и сбежала куда подальше. Туда её. Из нового, но тоже старого, пора обсудить фамильное императорское древо. Санта-Барбара там не хуже, чем настоящая Санта. Но важно только то, что самая молодая из наложниц Лишу, раньше была на попечении другого императора, предыдущего. Но с ним до наследников не дошло. Зато вот его, наследнику нынешнему императору, по наследству досталось это особо. Чем это грозит, узнаете позже. А сейчас пора узнать совсем новое-новое. Гаримычный подарил заколку какой-то мимо проходящий клоун, раздающий шпильки всем подряд на авось, вдруг кто ответит заимностью. Здесь это такой своего рода жест, уважительный, почтительный, а в некоторых смыслах и любовный. И тут, представляете, ещё и Лихуа мимо проходила, поздоровалась, тоже палку подарила. Теперь у ГГшки целых три заколки. Поздравим. Странно, мне знакомые обычно дарят сифилис. О, помянем. Проба еды чуть не увенчалась летальным успехом. Благо Мао успела объявить об отраве и тут же убежать полоскать рот. Правда, была бы её возможность с радостью умяла остатки за милую душу. Лишь бы сыграть в лотерею, вдруг ещё больше бафов на устойчивость получится собрать. Ну а теперь нужно вызвать Лишу с её дегустатором, чтобы объяснить, для кого в будущем придумают супрастин. Аллергии бывают, понимаете, на продукты. Вот у Гаримышной непереносимость гречи. Ё-моё, как она вообще живёт. А у наложницы, вероятно, нетерпимость какой-то рыбе. Он рука не зря сыпью покрылась. Такое очевидно. Знать надо. И в первую очередь, это прямая обязанность дегустатора, а не хихоньки да хахоньки. Вот тебе, тварь, свод основных правил, и в следующий раз, будь внимательней, падла, случилось очередное кибер-унижение от уверенной в себе Мао. Уважаемо. А может это знак? Подумал Женьши. Какие-то палочки, огонь разноцветное, отравление, что-то точно должно случиться. Но что? И кто за этим стоит? Я, кстати, прям сейчас стоя звук записываю, типа профессионал. Конкретного ответа, кто наводит пакости, пока не будет. Но зато на личной встрече, по проявленным на чашке отпечаткам, можно примерно посчитать, сколько человек её касались. Получается, что четверо. Причём, кто держал посуду около самого края, тот и яд подмешал. Только кто бы мог подумать, что глупость дегустатора Лишу, спасёт самую молодую наложницу, от потенциальной гибели. Ведь это, получается, тварь поменяла чашки, чтобы накормить свою госпожу рыбой, которая была предназначена для Гекуё. И тут Гаошунь такой, а чё, в смысле, зачем прислуги оформлять негатив в сторону своей же госпожи? Дел такое... неоднозначное. Молодая наложница была уготована сначала одному императору, а потом перешла к следующему. А это даже у работяг не в почёте. То её и Кибербуля, даже платье, явно твари порекомендовали надеть красное. А Лишу и знать не знала, что ей положено нарядиться в белое, чтобы слуги были подстать. Вот. Что с этой информацией делать, даже Женши пока не знает. Думай, думу со вчера. Не спал. Нытик, я тоже не спал. У меня сосед с 9 утра дрелью и стену хуярит. Из важного. Подруга на сплетнице удивилась, как же горемычной повезло получить шпильку. Теперь сможет с родными повидаться. Что? Как это? А, ну ничего себе. Если кто-то поручится, можно будет временно отправиться во внешний мир. И как раз этим кем-то может стать неравнодушный поклонник. Повезло. Теперь нужно устроить встречу с тем культурным шпиличным магнатом, раздавшим подарки ради приличия, чтобы вынудить его составить компанию снаружи. Взамен обещается пара рекомендательных писем к лучшим работницам фонарного квартала. А такого отказаться у чела уже не получилось. Тем более, судя по ещё двум захолкам, тип не последний в очереди. Вот так горемычная оказалась дома, и с бабкой увиделась, и самое главное, отцу про случившееся рассказала, и могло бы на этом всё закончиться, но контракт расторгнуть нельзя. Императорам перечить дело опасное, потому во дворец нужно вернуться, доработать положенный срок. А пока можно поспать на любимой соломе. Да, и тут отец такой взгрустнул, мол, какая досада, всё-таки дворец, всё-таки судьба. Всё-таки старый что-то знает. Что? Клиффхенгер? Сюжетный поворот? Дед и дворец связаны? Офигеть. Надеюсь, и следующая серия будет с клиффхенгером. И я тоже, давайте, буду делать видео с клиффхенгером, чтобы... Утро добрым не бывает. Срочно нужен врач, который спасает жизни. К несчастью, отец раннего рана трудится в поле. К счастью, ребёнке стучать в пустые двери не придётся. Мао готова бежать, помогать всем, кому нужно. Фух, еле успели. Ещё бы ноль минуты, жрицы любви с клиентом отправились на... Тот. Этот. Потому что не повезло. Отравились. Конечно, без собственного расследования здесь не обойтись. А там уже и отец подоспел, сразу всё понял, но рассказывать не спешит. Дочка должна сама понять, что случилось. И вот она понимала, очень долго понимала, все факты сопоставляла. Сначала узнала о том, что местные работницы пьют через трубочку, чтобы не пачкать стаканы помадой. Потом заметила, как ребёнка чуть выжившего жизни не лишила. А там и до пояснений было недалеко. Оказывается, у дитятки старые давние счёты с этим клиентом. Гниль было дело, обещал её старшей сестре выкуп и роскошную безбедную жизнь. Но потом в последний момент отказался, отчего она себя того. А он даже глазом не повёл. Не первый раз, не первый случай, всем так голову морочит и в последний момент исчезает с радаров. Денег много, везде может откупиться, ничего не поделать. Но даже так что-то не сходится. И тогда ГГшка продолжила думать, и как поняла, никакие не двойные самосуды должны были случиться. Эта дама, оказывающая услуги, умудрилась обхитрить гостя, намешая двуслойный коктейль и попробовать лишь нижнюю неотравленную половину. А уже когда Гниль глотнул яду, можно было тоже оформить пару капель внутрь для виду, чтобы организаторши успели спасти. И раз ещё и оплату за лечение выдали внушительный мешок. Получается, там все в этом плане повязаны. Хотя вполне может быть, это лишь домыслы. Доказательств не будет, да и не стоит об этом думать. Не горемышно это ума дело. Другое дело, пора возвращаться во дворец. Перед этим ещё можно искупаться с подругой, забрать друга, а то он уже наотдыхался на годовую зарплату ГГшки. И вот уже после этого можно обратно на работу. Там, правда, один явнох не прям, чтобы очень рад, ведь его шпильку оценили меньше, чем какую-то проходную. Мало ещё и про то, что отплатила помощничку незабываемой ночью рассказала. На этом Женьши закончился, и все посмеялись. И все вспомнили, что это обычное аниме с кринжовым юмором. Я пока так и не понял, за что оно расхайпилось. Мультик уровня семьи шпиона только без семьи. Ура! У ребят случилось пятница и много-много градусов. К несчастью, самый старый тёртый калач немножко сколачился. Ну, конечно, здесь никак не обойтись без знаний горемычной. Если коротко, а так буквально только коротко и можно, вывод такой. Деда отравили. То ли умышленно, то ли специально. Обычной солью, которая в больших дозах крайне губительна для организма. А пожилой с каких-то пор после болезни половину вкусов не чувствовал. То и не заметил, как вместо сахара и хмеля закинулся натрихлором. А помните мем типа углерод, водород, я ебал твой рот? Ага, 2013. Но и это ещё не всё. Спустя пару дней в речке нашли тело какой-то прислуги, которая вроде нормально работала, никого не трогала, ничего подобного с собой не планировала. И точно. Судя по бинтованным ногам, сама бы она на стену не залезла. Судя по царапанным рукам, несчастная пыталась, хваталась за уступы, чтобы выжить. Короче говоря, криминал. Плюс нашли письмо, где она признаётся, мол, это было лично её решение. А ведь именно почившая на том перу готовила еду. И, наконец, долго, целых два месяца ждали. Самое важное. Пришли результаты расследования по поиску кого-то с обгоревшими руками. Оказалась ей Фэн Мин. Она же старшая служанка наложницы Аду. Тем временем, чаепите. Это у наложниц между собой традиция такая. Здесь друг друга в гости, в свои дворцы, чтобы во время непринуждённой беседы узнать слабые и сильные стороны соперницы. А в дальнейшем использовать их в своих корыстных целях. Благо, сейчас вообще другой случай подстроены лично женьши. Чтобы Мао не просто так там рядом постояла, а чего-нибудь полезного поняла и узнала. И потом ещё расследование своё собственное провела. Так, а узнала-то чё? Оказывается, лишу не только рыбу, а ещё и мёд не котирует. Но что важнее, опасения по поводу прислуги подтвердились. Все сплошные твари. Не уважают собственную госпожу. И на этом всё. Да уж, не густо. Но ладно, есть и вторая часть плана. Пора отправить горемычную на денёк подсобить во дворце Ада с уборкой и бытом. Чтобы там тоже узнать какую-нибудь важную информацию. Чего узнала? Значит, есть там одна очень доброжелательная старшая служанка Фэн Мин. Которая прямо печётся всеми силами госпожи. И у неё как раз перевязана рука. Что может быть следствием работы с цветным огнём? А ещё в том дворце мёда целые склады. Поняли, нет? Надо раз на раз побеседовать с Лишу, чтобы узнать по части мёда. Как он? Никак. Няня запретила такое есть, потому что однажды в детстве ребёнка чуть не закончилось от пчелиной сладости. А что касается Фэн Мин. Чё это Лишу так побледнело? Вопрос остался открытым. Благо Гаошунь может помочь откопать старые летописи, чтобы ГГшка могла разобраться, что такое случилось много-много лет назад. Представляете, жесть. Шок. Как такое может быть? 17 лет назад у нынешнего императора и прошлого принца с наложницей ада родился сын. Но как родился, так и закончился. И тогда же ещё родился сын прошлого, брат нынешнего императора. Но самое важное, роды принимал некий лекарь Ломэнь. Догадайтесь, кому он является отцом и почему дома у горемычной растут буквально те же самые целебные травы, что и во дворце. Ну, может и догадались? А вот почему старому поломали колено и выгнали за ворота? Загадка. Ладно, держите разгадку. Мао ради этого даже до Фэн Мин дошла, к тому же чемоданы, кстати, собраны. Уборка была как раз для подготовки к отъезду. Нужно освободить вакантное место для детородной наложницы. Но до того сейчас горемычная как выдаст базу о прошлом и настоящем, как всё было на самом деле. Отец ГГшки принимал роды одни за другими и вообще-то выполнил свою работу по совести. Но с чего-то вдруг спустя год сына ада не стало, а винить кроме лекаря было некого. Только старый, умный и такие приколы, как сейчас с пудрой просёк бы без проблем, а значит дело было в чём-то другом. Падла здесь Фэн Мин. Именно она присматривала за ребёнком, пока госпожа уставшая отдыхала от усталости. И тогда глупость по незнанию накормила ребятёнку мёдом. А уже спустя время узнала от Лишу, мол, та тоже как-то в детстве чуть не закончилась из-за пчёл. Тут-то гадюка и поняла, что никак нельзя позволить беззаботному общению аду и Лишу продолжаться. И перестала пускать несчастную ребёнку во дворец. Но кто бы мог подумать. Спустя смену действующего императора, молодая нераспустившаяся наложница прошлого стала потенциалом для нынешнего. И тут выходит, опять возникла нужда избавиться от угрозы собственному благополучию. Собственно, ясно, кто суп отравил. А потом Фэн Мин казнили. И та, которая повар прыгнула прожок, получается всё-таки сама лично так решила. Потому что не могла позволить себе жить после попытки отравить наложницу. Но самая важная часть Санты и Барбары вообще не это. И даже не душевные разговоры на стене сада и у стены Женьши. А то, что во время прощальной церемонии с бывшей наложницей, мало-таки поняла, кого и кто ей напоминал. И вообще все карты сложились. Раз тогда отец вынужденно отдал приоритет рода в действующей императрице, значит так бы было всегда. Вот Аду и решилась подменить детей. И вот почему потом старого выгнали из дворца. Короче говоря, от мёда закончился настоящий брат нынешнего императора. А номинальный брат это вообще сын. Он же Женьши. И он же таки выживший ребёнок Аду. И это всё ещё не конец Барбары. Между тем, последствия по причинам казни Фэн Мин до сих пор приходится разгребать. Решено прекратить вообще все дела и связи с каждым, кто был повязан с родом семьи падлы. Таковых почти сотня наберётся. Но что самое неоднозначное, похитители горемышные в числе. Значит Женьши либо придётся скрыть это, и возможность вынудить ГГшку остаться против её воли. Либо отпустить её, чего ну совсем не хочется. Дилемма. В свою очередь Мао тоже кое-что уже поняла, догадалась, что если по документам её сбагрили как дочь какого-то купца, вполне возможно он вёл торговлю с пасекой. И если так, ну никак нельзя и сейчас уходить из дворца. Здесь как минимум место нагрето, а как максимум до сих пор не нашлось хотя бы пару клиентов в дом удовольствия для старухи. Того, глядишь, придётся долг отдавать натурой. Потому нужно срочно бежать, Женьши искать, пытаться в умные переговоры, как это обычно делала ГГшка. Жаль в этот раз случился мем. Типа шутка, приколы, ирония. Герои оба хотели, чтобы остаться-остаться, и оба друг друга не поняли. Итог, её уволили, на этом всё могло и закончиться. Но увы. Женьши продолжил горевать, а Мао теперь сопровождает лучших работниц на выезде, чтобы оттенять их своей невзрачностью. Но кто бы мог подумать, заказчиком домашнего визита любви оказался в том числе грустный, кислый, хмурый, раздосадованный. Да, а то он думал, что она не хочет оставаться во дворце, а она вон как во все тяжкие. А она-то думала, что он понял, что она ещё как хочет, но он не смог поступиться с правилами. А в конце концов, что? Женьши просто выкупит Мао, и будут они жить долго и счастливо. Ладно, вру. Выкуп, конечно, случился, пришлось пенсии, выдать пенсию на пару жизней вперёд. Но вот счастья в жизни героев, как обычно, не предвидится. Да и жить они не будут. Он же этот, Евнух, или будут. Узнаете на Бусти. По ссылке в описании инфа про сюжетные перевороты, которые потрясут всех и каждого. А пока горемышни уже вовсю снаряжают во дворец. Благо теперь и батенька знает, где искать дочь. И всё, блага закончились. Теперь ГГшка будет работать во внешнем дворе, и того хуже учиться. Нужно прочитать стопку книжек и подготовиться к экзаменам на придворную даму. Иначе говоря, лекарства больше делать не придётся. Жесть. Как же Мао будет жить без любимого дела? Из грустного, экзамен на даму, Мао провалило. Но есть и хорошие новости. Вон, видите, мужичок такой подозрительный военный с внешнего двора, между прочим. Лучше туда не ходить, а то мало ли. Из важного, на каком-то складе ночью прогремел Бим-Бом. Причём, ну кто бы мог подумать, именно мимо рядом. Вот-вот здесь проходила ГГшка. И мало того, что трубку заметила, так ещё и сразу поняла, что где-то здесь была мука, которая жахнула, когда табак задымился. Поздравляем с решённой задачей. Того хитрого с моноклем помните? Так вот, и Лакан вспомнила, какой такой служанке, что могла разгадать тайну складского Бим-Бома, говорят рядовые. Потому поручил Гаашуню расследование недавнего отравления ядовитой рыбой Фугой. Прям как знал, кому следователь будет вынужден пойти. А горемычная только и рада, что наконец-то снова поработает с рисками для здоровья. Кратко, Фуга ни при чём. Младший брат попытался отравить старшего какими-то южными неферментированными водорослями. Ура, очередное дело раскрыто. К сожалению, не последняя. Лакан опять с визитом. На этот раз уже к самому Женьши. Сейчас говорит, расскажу историю, как я хотел выкупить одну жрицу любви из медного дома. Ну прям как вы недавно совершили выгодный обмен. Но к несчастью, дама была не по карману, так что пришлось для начала сбить цену. Так о чём это я? А, ну точно ваша вот эта служанка новая, раз такая умная, пусть разберётся с неразгаданной тайной наследства какого-то кузнеца. История там самая дурацкая из всех. Поэтому сразу по делу. Братья глупые не поняли, что наследство поделено так, чтобы всех собрать в нужном месте, в нужное время. И тогда, установив аквариум аккурат, где нужно, весь пазл сложится. Сплав превратится в ключ, а уже он отопрёт замок с секретными ингредиентами для крутого припоя. После видео я уйду в крутой запой, ё-моё. А что насчёт конца истории про сбивание цены? Про что недавно начинал свой рассказ Лакан? Так это он объяснять не станет. Если Женьши интересны, пусть сам спрашивает у следующих людей. Внимание, вопрос. Мао сможет сделать макияж Горемычному? Чё? Кого? Отсылка на небожителей? Там тоже губы красили мальчика мужа с разврат. Я тоже удивился. Целых пол серии Горемычных ходил вокруг да около Женьши, чтобы сделать его менее привлекательным. А то видите, Личал собрался выйти в люди и не хочет привлекать лишнего внимания. Жаль, хуже не получилось, но даже так годится. Вот только одного в поле ГГ выпускает нельзя. А старая прислуга может поставить под удар конспирацию. Потому роль якобы госпожи будет исполнять переодетая Мао. И вот они уехали, приехали, походили, побродили, шашлычку поели. Историю о том, как приемного отца ГГшки перевели в разряд Евнуха послушали. Чиза хэ, Ломэнь оказался приемным. Жиза. А дальше намечена встреча вот в этом здании. Но перед тем вдруг посреди дороги возник вопрос. А как снизить цену цены? Ну, Мао немного замялась, мол вопрос неприятный, но расскажу. Способов много. Самый лучший, когда дело касается самых лучших, это обесчестить красавицу или чтоб сразу забеременела. Тогда стоимость станет примерно полчикушки. Не больше. Страшно. Горемычной приснился сон прямиком из детства. После такого можно и в медяной дом сходить, и больную сифилисом подлечить. И остаться еще на пару часиков в ее пристройке, потому что по актуальным конфиденциальным данным в гости прибыл Лакан. Казалось бы, что тут такого? Представляете, спустя один эпизод совместного купания женщин и возвращения во дворец, состоялся сюжетно важный двусмысленный диалог между Моноклем с Горемычным. Основной смысл? Лакан несколько обеспокоен кражей со стороны Женьши. Здесь вы, наверное, ничего не поняли и даже задаетесь вопросом. А кто у кого чего украл? А я даже отвечу. Помните, что тот отец, который Ломэнь, он приемный. А вот этот Лакан получается настоящий. Некогда оформивший внеплановую беременность для сбить цену. А теперь встретиться с дочкой хочет. Впрочем, она, ну, как бы, не особо. Но Мао поняла, что ГГ все про ее происхождение понял. И он понял, что она поняла. И все, ну, так, все поняли. Только зрители не поняли, чем чревата такая внезапная родословная развязка. Зато Йету, дорогие подписчики и прочие притчи, можно узнать за стоимость в гычу. Аниме уже не закончилось, а обзор манги еще на бусте. А там и мнение мое золотое про этот великолепный век и Серкана Балата. Честно, не знаю, почему это хайпануло. Смотреть было душно, вообще ужас. Манга в этом плане на голову выше. Там, если скучно, можно быстрее читать. А так, всех благ. Жду от вас приветов и посылочек с деньгами. Огромное спасибо шаманчику. С днем рождения! Заслужил за невероятные донаты. Мугачу за обеспечение меня пивом. Саша скуфу. Жил медведь. Ремув ми. И Доминатриксу за дорогие сапки. Остальным тоже приказ донатить. Пока.